Привет, мои дорогие друзья, коллеги, партнеры! Меня зовут Алекс Про. Снова здравствуйте! В предыдущем моем видео мы с вами говорили и поднимали такие темы, как «Не верь, не бойся, не проси» применительно к интернет-бизнесу, интернет-маркетингу. Сегодня же я хотел бы с вами обсудить и раскрыть тему, это первый тезис из предыдущего видео, под названием «Не верь». Кому верить, кому не верить, во что верить, в какие идеалы, каждый волен выбирать и решать сам. Верит ли в нашей системе образования российской, тому, почему учит нас в школах, что у каждой задачи есть только один единственный вариант решения задачи, который, опять же, обозначен в конце учебника. На самом деле у нас у всех есть огромное пространство вариантов, есть огромное количество решений, вариантов решения какой-то конкретной задачи. Можно стену перепрыгнуть сверху, можно сделать подкоп, можно сделать лазейку в этой стене, а можно обойти ее справа или слева, в зависимости от того, там, где ближе она кончается. И вот вследствие вот этого пространства вариантов надо мыслить и менять свое сознание, уважаемые друзья. Потому что наша система, вообще система государственного строя, система образования настроена с самых ясель, с самого садика на зомбирование и на какую-то конкретную линию жизни человека. Не высовывайся, только один вариант решения. Получи хорошее образование, пойди в институт, закончи аспирантуру, бакалавриат и так далее. Получи какую-нибудь там ученую степень, найди стабильную, высокооплачиваемую работу, желательно, чтобы с большим соцпакетом, там, страховка, фитнес-клуб, что там еще дают, не знаю, какие-то отпускные, командировочные. Все это шляпа, ребят, вы поймите. К большому счету, это такая шляпа, что аж иди удаешься. Потому что на все это, на все эти блага лучше заработать самому и не ходить в тот фитнес-клуб или медцентр, который предоставляет вам ваша компания, а лечиться, обслуживаться, заниматься именно там, где вам хочется, где вам приятно, где вам комфортно, а не там, что вам навязывает система. Поэтому не стоит слепо верить тому, что нам преподносит в школах, в институтах. Особенно ни в коем случае нельзя верить тому, что говорят в СМИ. Особенно это центральные телеканалы правительственные. Что нам там говорят? Нам там один негатив преподносит. С самого утра и до позднего вечера. Негатив, негатив, негатив. Потому что человека держать в страхе – это самое простое для управления и манипуляции людьми, массами, толпой. Если люди в страхе, толпа в страхе, значит, они готовы на все, согласно на все, за любую корку хлеба они пойдут работать на любую работу, лишь бы быть в системе. Не дай бог шаг вправо, вы вне системы, система на вас обижена. И о, страшное слово! У вас не идет трудовой стаж, и вы лишаетесь пенсии. Это же вообще кошмар, это уму непостижимо. И на самом деле большинство людей, ну, наши родители, наверное, да, наши старшие поколения, те, кто, наверное, родился там до 70-х годов, они ведь так, в большинстве своем, они так и мыслят. Это ужасно, это страшно. В это не надо верить, это надо менять. Уважаемые друзья, возьмите за данность, что есть не один вариант жизненного пути и решения задачи. А вариантов много. И каждый из вас, каждый из вас вправе решать, какой путь, какой вариант ему выбрать. Кто-то говорит, что быть счастливым, богатым, финансово-независимым это кинетическая предрасположенность, это наследство, это еще что-то. Это все ложь. Счастье в руках каждого отдельно взятого человека, счастье в твоих руках. И ты это должен понимать. Если это ты не сделаешь, за тебя это не сделает никто. Просто ты будешь работать на тех людей, которые в своей жизни однажды сделали шаг, вопреки и несмотря ни на что, ни на чье мнение, решили изменить свою жизнь. Они рискнули. А те, кто не рискует, всю жизнь работает на тех, кто рискнул однажды. Что вы потеряете, рискнув? Да по большому счету ничего. Если у кого-то из смотрящих данное видео есть какие-то большие активы, которые приносят вам резидуальный доход на постоянной основе, на который можно жить в любой точке мира, не работая вообще, ребята, жму вам руку, вы молодцы. Я думаю, подавляющее большинство не имеет таких активов и не имеет, собственно, пассивного дохода, к которому мы все стремимся, все мечтаем о нем и вожделеем его. Поэтому слушайте, внимайте, учитесь. Чтобы я посоветовал вам в первую очередь, обязательно, ребята, в обязательном порядке посмотрите, послушайте, а самое главное, почитайте Роберта Киосаки, все три его основные книжки от богатого папы. Послушайте, обязательно почитайте все это и вы поймете, в чем кардинально различается мировоззрение и образ мышления богатого человека от бедного человека. Вы можете получать зарплату в 100, в 200, в 500 тысяч рублей, но вы в эту же очередь можете не быть богатым и свободным человеком, потому что вы неправильно распределяете ваши финансовые потоки. Ваши финансы просто идут не по правильному пути и все, что надо, это всего лишь понять закон движения денег. Вы поймите, что все финансовые законы, вообще все законы, написаны богатыми для богатых, и поэтому бедному человеку в этих законах созданными богатыми людьми живется очень тяжело, поэтому надо вобиваться именно в квадраты крупных бизнесменов и инвесторов, ибо будучи в квадрате инвесторов, вы будете обеспечены постоянно пассивным доходом и вы можете в молодом возрасте, лет 30-40, вообще отойти от дел и заняться своим любимым делом. У кого-то это огород, у кого-то это, не знаю, виндсерфинг, яхтинг, ну все что угодно, ребята. Вы можете жить где угодно, заниматься любимым делом и не быть привязанными к какой-то конкретной точке мира, к какой-то конкретной работе. Вот это вот, это самый кайф. Быть богатым, это дело одно, а вот быть богатым и счастливым, чтобы не бизнес имел вас, а вы имели бизнес и активы, это разные вещи. Поэтому не стоит верить а, системе образования, б, я бы даже поставил на первое место СМИ, это телевидение, газеты. Газеты, что они делают? Они просто пачкают нам руки, потому что они печатаются с свинцом, и, ну, кто читает газеты, заметьте, что после прочтения хотя бы парочки страниц у вас остаются грязные пальцы и грязные мысли. И тем, ваш мозг, грубо говоря, засрат этой информацией никчемной, которая никак, кроме как негативно, не влияет на вашу жизнь. Что позитивно, вы можете вынести из газет, да ровным счетом ничего, так же, как и из новостей общественных каналов, из сериалов этих всех тупых. Заморских, российских, там, ну, это сублимация жизни, это подмена понятий. Живите своей жизнью. Жизнь вам дана одна и один раз, и только вам. Поэтому ее надо прожить ярко, красочно, и в свое удовольствие, а не в удовольствие вашего шефа, начальника, и так далее. и даже наперепор может быть родителям, как это делал Киосаки, явный пример, да, там, как это делают подавляющие массы населения, живут так, как им говорят родители, как их учит школа, как их, ну, как их круг общения вообще, да, говорит, что надо жить так, и все. Нет, это все ложь. Берите, делайте.